Очень много полиции. Я приехал к Рокусу. Удивительно, внешняя часть МКАДа стоит в пробке, внутренняя едет, хотя, точнее, наоборот, внутренняя стоит, а внешняя едет. Очень много полиции. Вы можете видеть вот все, что синее впереди меня. Это все сотрудники полиции, их машины. Тут их десятки, если не сотни. Вот люди, у которых кто-то там из близких, они пытаются санкционерной полиции их пропустить. Вертолет с родными. Всталенской помощи. Прямо, что на площади он приземляется. Что-то очень странное происходит. Прямо. Вертолет просто натирается на парков. а вообще с точки зрения того что тут произошел какое-то время теракт поражает просто количество зевак вот этот проход очень много все-таки тут как бы совсем недавно была стрельба это удивляет люди приехали все еще находимся в том же в той же позиции лицейские сделали такой не очень большой кордон люди за него не заходят никто не нарушает и все смотрят как горит догорает корпус сити холл там уже можно обратить внимание что тушит пожарные видно что они тушат кстати не только само здание но еще и землю рядом все непонятно землю ли они тушат там просто сливается вода в общем и просит не стоять с этим полицейским на дорогах что-то регулярно сюда приезжает уезжает отсюда машина от полиции уходим уходим зевак и гоняет как можно дальше сотрудники полиции начинают повышать голос почти все с автоматами в том числе есть большое количество которые нельзя подойти ближе вы можете видеть за моей спиной сотрудники с автоматами просят всех развернуться и отойти дальше от крокус сити холла я поменял точку сзади корпус сити холл вы можете видеть что здание все еще горит пожарные уже в течение последних 10-15 минут и каждый 20-30 секунд прилетает как вы сейчас можете видеть вертолет который также с воздуха тушит пожар сотрудников полиции очень много я пытался снять как пытался снять как руку недалеко от горящего здания крокус сити холл деньги с каким впечатлениями видимо это казались сотрудники в штатском они меня задержали заставили удалить видео хотя есть честно ничего не успел записать почему я подумал что сотрудники 다시 ними считали просто секунду очень осторожно пытался пр hobbies и сейчас я нахожусь вот за таким забором специально сюда ушел потому что эти люди которые меня заставили удалить видео сейчас зашли большой группы туда в сторону пожара но смешной момент вот с этим забором я пытался обойти с одной стороны где были полицейские Сотрудники полиции не разрешили мне пройти и сказали, чтобы я перерезал. Тут ходит очень много зевак, и вот видите, позади меня остаются сотрудники ДПС. С той стороны Крокус, на фоне него эта табличка Скорбим, и полицейский остановил молодежь и спросил, не страшно вам? Они говорят, не, не страшно. Говорят, давайте идите отсюда. Продолжение следует... По факту происшествия сегодня в Крокус-Сити-Поле главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это террористический акт. На место происшествия прибыла и начала свою работу следственно-оперативная группа, эксперты и криминалисты Следственного комитета. На месте координируют работу следственно-оперативной группы и других служб правоохранительных органов. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Пострыкин Александр Иванович. Наряду с поисковыми, спасательными и оперативными мероприятиями также начато производство первоначальных следственных действий. Все это пока все информации. Петренко Светлана. Официально представитель Следственного комитета. Вся уточняется информация. Провели оперативный штаб, все службы на месте, каждый занимается своим делом. Соответственно, наша задача дать полную информацию по тем, кто госпитализирован. Это Москва, Московская область и федеральные клиники. И четыре города у нас в Подмосковье, Долгопрудный, Химки, Одинцово и Красногорск, куда госпитализированы те, кто, соответственно, был доставлен в наши клиники. Списки в ближайшее время мы опубликуем. И прямая линия, которую мы открываем сейчас, это 122.0. Для того, чтобы получить необходимую информацию тем, кто ищет своих близких и родственников. Тирак в Москве. Люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. В кругу сити-холли погибли десятки человек. Горящая крыша здания сейчас обрушается. С пламенем пожарным пока справиться не удается. В здание пытается проникнуть также спасатель. Неизвестно, сколько человек заблокировано сейчас внутри здания. Площадь этого пожара достигла 13 тысяч квадратных метров. Легализовать ее тоже не удается. В разговоре заявила о поиске преступников. База утверждает, что спецслужбы ищут террористов на белом седании. Продолжение следует...